Компания Tesla только что продемонстрировала новый видеоролик о своем роботе Optimus. И это произвело впечатление. Не только задачи, которые он смог выполнить, но и темпы прогресса и внедрения инноваций, которые просто поражают человеческое воображение при внимательном взгляде на этого робота. Не стоит забывать, что компания Tesla работает в этом направлении всего менее двух лет. В августе 2021 года компания Tesla заявила, что хотела бы создать человекоподобного робота. Но на момент ей еще нечего было показать. Тогда это были только идеи. А через год, как и было обещано, они показали рабочий прототип, хотя многие смеялись над этой идеей в 2021 году. И вот два года спустя, они показывают нам версию, которая может самостоятельно перенастраиваться, используя искусственный интеллект Tesla, нейронную сеть для понимания окружающего мира, и может обучаться, просто просматривая видео о том, как делать те или иные вещи. Например, компания Boston Dynamics работает над своим роботом Atlas уже 10 лет. Первый прототип был создан в 2013 году. И хотя он может выполнять очень впечатляющие движения, все это запрограммировано. Он не понимает окружающего мира, у него даже нет настоящей человеческой руки. И именно это, на мой взгляд, так впечатляет в этом видео с Оптимусом. Tesla действительно удалось максимально близко передать человеческую руку. Только посмотрите, как плавно работает рука Оптимус. А плавность, которую мы видим, это определенно то, чему робот научился, наблюдая, как это делает другой человек. И не путем обучения с подкреплением в симуляторе, поскольку это обычно приводит к дрожанию движений рук и неестественным позам. Рука Оптимус выглядит очень похожей на человеческую. И это то, что отличает нас, людей, от большинства других животных, наша невероятно универсальная рука. Рука, которая может работать с большой и тяжелой техникой, а также манипулировать самыми маленькими и хрупкими вещами. И то, что менее чем за пару лет они прошли путь от робота, который едва мог ходить, до этого, плавно двигающегося робота, выполняющего позы йоги, которые многие люди не смогли бы повторить, просто впечатляет. Темпы инноваций Тесла просто поражают воображение. Таким образом, Тесла уже сейчас решает две фундаментальные задачи для настоящего рабочего робота – гуманоида. Первая – человеческие руки и вторая – искусственный интеллект, который будет понимать окружающий мир. Тесла создает мозг искусственного интеллекта. Как сказал директор Тесла по автопилоту Аши Келлосовыми, нейронная сеть плюс камеры работают удивительно хорошо. И это действительно решение для робототехники. Со слов старшего инженера Тесла Бот, Джулиан и Барс, за последние несколько месяцев команда компании достигла успехов. И теперь Оптимус может выполнять такие долгосрочные задачи, как сортировка блоков, полностью автономно. Система собирает больше данных. Теперь робота можно обучить новой сложной задачи не меняя никакого кода. Инженер Тесла обращает внимание именно на эту ключевую особенность, которая отличает его от других роботов. Этот бот Тесла обучается и выполняет задачи без какого-либо кода или программы, которая говорит ему, что делать. Он на 100% состоит из нейронных сетей и управляет ими точно так же, как полнофункциональный автопилот Тесла Бета версии 12 управляет своими автомобилями. Нейросетевой подход приведет к созданию самой быстрой и самой компетентной, самой комфортной и самой эффективной и в целом самой лучшей системы полного самообучения. Превзойти ее с помощью чего-либо еще будет очень сложно. И хотя роботы Boston Dynamics Atlas выглядит очень впечатляюще. Помните, что все, что они делают, уже запрограммировано. Чтобы научиться чему-то новому, инженерам приходится писать новый код. Поэтому нельзя сказать, что они действительно учатся чему-то новому. Поскольку они не учатся, а просто делают то, что им говорит программа. А вот Optimus учится так же, как мы с вами, когда нам показывают, как это делается. А потом пытаемся повторить. Работа над программным обеспечением для самостоятельного управления автомобилем, которая велась на протяжении последних 7 лет, привела к тому, что у Tesla появилась своя нейронная сеть, которая может научиться практически всему, если ей просто показать, как это делается, без написания дополнительного кода и может быть внедрена прямо в робота. В сочетании с достаточно продвинутым роботом мы получаем очень взрывной коктейль от Tesla. Он позволит роботу Optimus обучаться со скоростью, которую мы считали невозможной ранее. Роботу просто нужно показать, как это сделать, и он сможет научиться этой задаче. Причем это можно сделать в реальной жизни или с помощью видеосигнала. Таким образом, возможности робота по обучению будут намного выше, чем все, что мы видели до сих пор. Обучение новым вещам происходит путем программирования, и все, чему научится один робот Tesla, смогут сделать и остальные экземпляры. Отличительная способность бота Optimus – возможность самокоррекции в процессе выполнения задачи, показанная в демонстрационном ролике. Когда один из синих блоков приземлился на бок, робот на секунду приостановился, а затем исправил свои действия и заставил синий блок правильно расположиться на подносе. Кроме того, нам известно, что у Optimus уже есть звуковые датчики, а Tesla работает с языковыми моделями для полного программного обеспечения автопилота своего автомобиля. И у Tesla есть доступ к огромной базе данных о человеческом языке из социальной сети X, ранее Twitter. Так что создание операционной системы типа ChatGPT можно ожидать в недалеком будущем, и мы сможем увидеть, как сотрудник Tesla дает задание роботу Optimus пойти разобраться с синими блоками, просто поговорив с ним. Таким образом, робот будет двигаться как человек, у него будет развитый искусственное зрение, нейронная сеть, позволяющая понимать окружающий мир, и с ним можно будет общаться, просто разговаривая на удобном языке. Демонстрация этого на международном шоу AI Day в 2024 году или, может быть, в 2025, вероятно, заставит поверить в человекоподобного робота Tesla даже самых больших скептиков. Поскольку в роботе нет ничего действительно дорогостоящего для Tesla, так как практически все сделано на собственном производстве, это снова выделит Tesla на фоне остальных производителей робототехники. По прогнозам Optimus будет даже дешевле, чем робот-собака Boston Dynamics, который стоит около 75 тысяч, и мало что умеет делать. А все, что он умеет, это запрограммировано. Он не понимает окружающего мира. Optimus со временем сможет делать практически все, что можете делать вы. Но цена робота будет очень доступной. Так что купить или испытать робота смогут не только богатые люди. Ведь так много людей, которые хотели бы иметь в качестве компаньона в своей жизни помощника Optimus. Но прежде чем мы дойдем до этого этапа, Tesla, конечно же, будет использовать робота на своем заводе, что на порядок снизит стоимость его производства. И что хорошо в человекоподобном роботе, так это то, что ему не нужна зарплата, и он не состоит в профсоюзе. Таким образом, Tesla сможет получить за очень доступную цену рабочего на своем заводе, который не устает, не болеет, не ходит в туалет. Он может просто работать без остановки. Единственное, когда ему нужно остановиться, это сходить на зарядку. Но в зависимости от задачи он может даже заряжаться и во время работы. Если сравнить с человеческим работником, экономия средств будет просто запредельной, поскольку Tesla, возможно, сможет снизить стоимость производства этого робота до 5 или 10 тысяч долларов, в то время как человеческий работник получает около 50 тысяч в год. Еще раз, робот стоит от 5 тысяч до 10 тысяч и может работать, допустим, 20 лет. Просто задумайтесь над этим. Таким образом, Tesla может сэкономить миллиарды долларов на производстве, когда Optimus сможет выполнять реальную работу на заводе, заменяя тысячи человеческих рабочих. Не думаю, что кто-то мог предположить, что менее чем за два года Tesla проделает такой путь, от ничего до человекоподобного робота с руками, похожими на человеческие, и нейронной сетью для мозга, который может видеть окружающий мир и копировать практически все, что может делать человек. А теперь попробуйте ускорить этот прогресс и представьте, где окажется Tesla еще через два года. Робот практически готов, теперь осталось научить его выполнять полезные задачи и довести конструкцию до совершенства. Судя по всему, будущее гуманоидного робота Optimus компании Tesla выглядит как никогда радужно. И спрос на такого робота будет бесконечным, бесконечным. По прогнозам экономистов, полностью автономный автомобиль может стать крупнейшим генератором прибыли в истории человечества. Но когда мы дойдем до этого, его превзойдет робот, гуманоид, как сказал Илон Маск, когда мы сможем просто производить рабочую силу, что тогда вообще будет экономикой. Надеюсь сегодня вы получили интересную и полезную информацию из мира робототехники и искусственного интеллекта. И чтобы дальше оставаться в курсе событий этой перспективной сферы деятельности человека. Я прошу вас поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и написать в комментариях ваше мнение.